Физкультмарафон Наш эксперт Алексей Малышев Алексей, здравствуйте! Алексей Малышев, заместитель директора спорткомплекса «Горняк» Кандидат мастера спорта по горным лыжам Кандидат мастера спорта по самбо Алексей, мы уже готовы взяться за дело, но с чего начать? Начать необходимо с разминки То есть, если вы хотите заниматься бегом, то это ходьба Необходимо ходить довольно-таки долго первое время В течение, наверное, двух недель Прежде чем переходить к бегу Потом переходить на легкий бег и так далее Необходимо плавно переходить к физическим нагрузкам Более серьезным И если это все делать в рваном темпе То это приведет к печальным последствиям Таким, как травмы мышц, допустим, надрывы Как сохранить вот этот спортивный азарт? Как не бросить занятия спортом? Потому что, да, начинаем мы все активно, но день, два, три и уже что-то То лень, то еще что-то Для этого необходимо какие-то цели ставить себе Допустим, вы хотите похудеть Для этого нужно на каждый день ставить определенную цель Вы должны сделать там, допустим, минимум 12 тысяч шагов У меня сложилось мнение, что мужчинам намного легче добиться каких-то спортивных результатов, чем девушкам Так ли это? У мужчин более развитые какие-то группы мышц, которые позволяют им делать какие-то упражнения Те же подтягивания, отжимания, более уверенно Женщины, они более выносливые Они гораздо дольше стоят в планке Они делают вот эти все фитнес-упражнения Продолжительное время никакой мужчина, который может подтянуться 15-20 раз, не выдержит Ну что, начнем с разминки Начинается всегда разминка с головы и заканчивается ногами Первое упражнение – это наклоны головы в стороны Раз, два, три, четыре После того, как вы сделали серию наклонов, можно попробовать круговые движения Они, после того, как вы уже размяли немножко шею Соответственно, круговые движения головой, они уже будут более безопасны И еще лучше разовьют мышцы шеи Раз, два, три, четыре Следующее упражнение – круговые движения плечами Руки на плечи и подсчет Начинаем вперед Раз, два, три, четыре Назад Раз, два, три, четыре Следующее упражнение – наклоны в стороны Раз, два, три, четыре В другую сторону Пять, шесть, семь, восемь Следующее упражнение для разминки ног Это коленные суставы Руки на колени, ноги вместе И начинаем подсчет в левую сторону Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Это вообще в физкультуре боль, неприятные ощущения Это норма или все-таки… Нет, в физкультуре, особенно на начальном этапе, это вообще не приветствуется То есть не должно быть никаких перенагрузок, никакой боли Только появляются болевые ощущения, вы должны сразу заслабить нагрузку Ну и завершим нашу зарядку упражнением на разминке мышц голеностопа Круговые движения, подсчет, начиная направо Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Алексей, итак, мы провели сначала разминку, потом дальше наше уже основное занятие Будто бег или занятие в тренажерном зале Да, это может быть совершенно любая нагрузка После разминки можно заниматься и на тренажерах Можно поиграть в футбол, в баскетбол Любая физическая нагрузка А после того, как эта физическая нагрузка решена, необходимо сделать заминку Заминка, получается, успокаивает мышцы, разгоняет кровь И не дает им остыть В качестве заминки предлагаю использовать ходьбу Можно немножко увеличить темп Идти со скоростью примерно 6 км в час Итак, подведем итоги Никаких сильных нагрузок Все постепенно, от простого к сложному И главное, занятия физкультурой должны быть в удовольствии С вами были Алексей Малышев и Юлия Аверина Встретимся через неделю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!